Классный набор петель и просто идеально подходит для носков, для манжет, усиливает край полотна, очень просто выполняется и визуально похож на набор длинный хвост, на классический наборный край. Всем привет! Меня зовут Анастасия и добро пожаловать на YouTube канал Рукотворное, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь еще много информации на околовязальные темы. Что в итоге мы видим в полотне? Наборный край аккуратный, очень визуально похож на набор длинный хвост, классический, который все умеют вязать. И сегодня с вами его разберем. Набор петель здесь очень похож на классический длинный хвост, но здесь используется намотка, называется этот край с намоткой, поэтому здесь будет использована одна лишняя нить, которая будет обкручена вот здесь на большом пальце. Как мы держим нить? Держим нить все так же, как при наборе классическим способом. Самый край нити я удерживаю со стороны большого пальца. И вам нужно отмерить примерно 6 длин вашего полотна, то есть нити нужно будет чуть больше, потому что здесь будет использована намотка. Итак, как это все выполняется? Обратите внимание, я подхватываю нить обычным своим способом, а пальцем я совершаю такое движение. И нить вот так вот фиксируется на руке. Далее спицей вы подхватываете под эти две нити на большом пальце. И как при обычном наборе петель, с указательного пальца берете нить и подтягиваете. Готово. И еще раз. Обкручиваете вот так нить, это есть намотка. Подхватываете петлю. Подтягиваете. Готово. Еще раз. Подхватываете. Подтягиваете. Готово. Очень простой способ. Быстро выполняется. Очень похоже визуально на обычный набор, который мы называем длинный хвост. Еще разные у него бывают названия. Некоторые называют этот наборный край таким классическим. Я спорить не буду. Названий очень много, но все они подразумевают что-то одно. Нужно здесь главное в первом ряду следить, чтобы было не сильно перетянуто, но и не слабо. И благодаря вот этому такому способу с намоткой у вас будет очень плотный край для того, чтобы вы вязали, например, носки или манжеты. Итак, простой способ. Сильно затягивать тоже не стоит, потому что иначе вам будет очень трудно вязать. Ну и слабо тоже. Сейчас довяжу этот фрагмент и покажу, что у меня получается. Ну что же, в итоге получается вот такой наборный край. Я сейчас свяжу несколько рядов и покажу вам, что в результате будет, как это выглядит. Классный наборный край, совершенно идентичный обычному длинному хвосту классическому, но усиленный. Поэтому он подойдет во многих ситуациях. Можно так набирать практически любое изделие, которое вам понравится. и которое вы будете выполнять. С изнаночной стороны тоже выглядит все так же. Здесь я просто связала платочным узором, чтобы не закручивался край, чтобы было видно. В общем, классический способ, как набрать петли. Так что очень могу советовать, особенно в сезон носков, вяжите, пожалуйста, и будьте в тепле всю зиму и весь холодный сезон. Ну, а если это видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Всем удачи в вязании, побольше вдохновения. Всем пока! До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok